вот тебе и порвовал и витамелатонин и гедозепан 05 и санаторий и лечение и больница и все на свете вот он все просто приезжаешь как рукой все снимать как рукой всем хиллоу народ как видите я поступил так как посоветовал мне доктор сердце и опыт было много дел сегодня нужно было делать но это невозможно можно реально приехать я вырвался на днестр сижу один там где-то далеко мужики там я сижу на глубоком немножко была задержка и подвели меня перевозчики и ребята опоздали я ребята я вас жду целый час а вышли 4 человека там дыр 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 то шо там такие все деловые но сели в лодка и сижу мне так обидно на тебя хотя вот сегодня как-то вот после обеда я там выпил препараты все как-то 0 лет но легче реально нету вот этого прям думаешь господи и это я долго ходил с таким поджимом и знаете что я сижу на них смотрю так достаю из моей сумочки там где у меня мультирельные и куча таблеток витаминов и ставлю порвовал на стол видели вы их лица им так стало стыдно и рю пацаны такая ситуация я туда-сюда вот приехал они просто в шоке были и такие начали извиняться братан извини мы там опоздали то все и я уезжал они мне помогали выгрузиться и руку жале и по желали удачной рыбалки чувак не переживай все пройдете вот туда сюда и в общем я сижу удочки справа слева все молчит рак работает капец я прошлый раз помните видео было ровно неделю назад я тогда побыл сутки я поспал 4 часа но я приехал домой много прекрасное настроение у меня было прекрасное желание творить я думаю что происходит что понятно что физика понятно что ты не высыпаешься понятно что дороги понятно там кофе туда-сюда но мне кажется это все-таки лукавый воскресенье я читал апостол и воскресенье у нас на службе было тоже много искушений очень потом серьезно и я потом зашел в алтаре показывал воды ко мне всем как апостол павел говорит что агел сатанин пакостник плоти деят каждый день мне пакости и а воды к диодору показывает ниже читай дальше стоит три раза умолял господа чтоб избавил от этого от этой заразы я думаю что это все-таки искушение это все-таки вот дьявол ставит палки в колесах когда ты действительно человеку хочешь помочь и нужно помочь и я хочу вам сказать что я половину жизни прожил так когда я звонил людям я просил помощь я ехал в отпуск и вот уже я должен был садиться в машину в автобус или в самолет а у меня нету денег то есть у меня только на перелет и человек пообещал что поможет и нет и я просто сижу но это это отпуск а когда ты лежишь больной я понимаю как это я это все пережил и понимаю как это важно помочь человек как его не оставить в беде и самое главное что ты такой ходе заняты и какой-то богдан вчера ночью пишет что а вы меня не кинете не оставите я думаю чтоб я вспоминаю себя такую самую ситуацию сынок ты шо кто кого кинет ты шо если сказал значит сделаем вот я это связываю конечно с искушением но и конечно же с тем что я всего лишь человек простой человек у которого человеческие силы и они не без роднички с этим не зашутить я вам бесконечно благодарен за то что вы переживаете за меня надеюсь завтра утром проснулся у меня будет прекрасное настроение и поклюют карпы и я обязательно спою какую-то песню и вернусь домой и конечно эту неделю я буду пытаться конечно на более спокойном ритме вот и сейчас питание больше ходить туда-сюда сон и потом потихонечку будем дела решать дальше спасибо вам все кто сейчас пересылает средства богдан щеку да сбок я его пораду он конечно в шоке там я обязательно к нему поеду обязательно я восстановлюсь потом сядем или кого-то попрошу что мне завезли и обязательно мы это все сделаем всем спокойной ночи с вами был жизнерадость стадиак я обязательно еще хочу записать одно видео отдельно отдельное видео запишу там мне есть обращение ко всем жителям молодым людям ко всем жителям украины которые могут мне помочь вообще интересным делом всего доброго храни господь спасибо за переживания прошу молит берегите себя радуйтесь жизни побольше отдыхайте и помните помните я все равно не остановлюсь